Раз, два, три, четыре, пять, слышно ли? Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, видите, все отлично, ну хорошо. Да, Максим, что все хорошо? Да, слышно, да? Ну все, тогда начинаем, да? Так, всем добрый вечер. Это хорошо, что много. Я говорю, хотя народ еще заходит. Ну мы тогда пока тестируем чуть-чуть, да, еще. Да я думаю, уже можно начать уже 12 минут. Хорошо. Значит, еще раз всем добрый вечер, кого не видел, кто зашел позже. Значит, сегодняшний вебинар наш по поводу, проводится по поводу вышедших недавно на сайте компании СВИК, фонда СВИК, договоров, которые в новой редакции вышли. Это договор оферты, договор агентский и обновленное клиентское соглашение, которое подписывает, является первым для подписания при регистрации в фонде СВИК. Значит, что могу сказать вкратце и общее, это то, что необходимость сегодня уже этих договоров, подписывания назрела. О ней говорили ранее. Вот, когда в свое время все подписывали, регистрировались в личном кабинете, все подписывали клиентское соглашение, там в пункте 4.1 было прописано, что компания имеет право вносить изменения в документы. Вот я вам сейчас могу даже зачитать. При необходимости компания имеет право изменить условия настоящего соглашения в одностороннем порядке, предупредив клиента об изменении условий в порядке пункта 4.2. В 4.2 пункте говорится о том, что об таких изменениях предупреждается клиента за 5 рабочих дней. Значит, фактически мы с вами находимся в ситуации, когда компания СВИК и вообще вся группа компаний Skyway находятся в стадии бурного развития, причем начинается все с самого старта, с самого нуля, и проходим различные этапы в развитии проекта. На каждом этапе будут и сейчас появляются, и будут еще появляться абсолютно новые требования к нашей работе, к ее организации, к ее документальному обеспечению. И, соответственно, чтобы не попадать на какие-то неприятные моменты, на какие-то убытки серьезные, компании вынуждены будут следовать подобным требованиям и отвечать им. Соответственно, будет готовиться и документация, соответственно, будет готовиться и консультационная линия, которая будет объяснять те или иные моменты, которые в действии компании прослеживаются. Но необходимость этого очень серьезная. Мы с вами находимся в международном правовом поле, мы работаем во многих странах, не в одной стране, и даже если бы мы работали с вами в одной стране, мы все равно бы с вами сталкивались с требованиями законодательства, которые тоже меняются периодически. И мы должны соответствовать этому законодательству, чтобы не быть нарушителями, чтобы быть законопослушными с одной стороны, с другой стороны, чтобы не потерять наш бизнес, который мы все вместе с вами начали. Это проект Skyway, проект струнные технологии Академика Веницкого и их реализация. То есть, соответственно, сейчас подходим к такому моменту, когда необходимо, чтобы все деньги, которые вы получаете в компании в виде агентских вознаграждений, например, и все деньги, которые компания от вас получает, имели под собой документальное объяснение законное. То есть, таким образом, нам необходимо, чтобы на каждое такое действие была определенная юридическая и процедура, и какая-то бумага. Вот для того, чтобы подобные вещи были, были разработаны договора. Значит, клиентское соглашение – это первое при вступлении в проект. Далее идет договор оферты и договор агентский. Договор оферты – это договор о том, что вы покупаете АИПы, обучающий инвестиционный продукт, в котором компания вам в качестве бонуса дает свои обязательства по будущим акциям, которые будут после определенного успешного развития проекта иметь вес, которые будут иметь и финансовый вес, и юридический более серьезный вес, чем сейчас. Вот эти обязательства в виде бонусов там находятся в этих обучающих инвестиционных продуктах, программах компаний, компании СВИК. Вот под эти АИПы необходим договор оферты. Значит, вкратце оферта – это предложение. То есть вы пришли, вот Ирина Ральцева уже как-то писала в чате, что, к примеру, вам приводило, что вы приходите в магазин покупать молоко или хлеб. На ком основании вы его покупаете? Вы покупаете его по договору оферты. Просто этот договор не подписывается, но фактически тем, что вы уплатили деньги в кассу магазина, магазин вам пробил чек, этим самым вы подписали и исполнили договор оферты вместе с этим магазином. Оферта – это предложение, когда магазин вам предлагает тот или иной товар или его ассортимент, причем не только вам, только вот конкретно какому-то одному человеку, но и дальше какому кругу улиц. Вот кто мимо прошел, на рекламу сло, кто прибежал, тот и купил, понимаете? То же самое и в нашем фонде. То есть мы предлагаем современному миру, обществу, людям, интересующимся инвестициями, бизнесом и так далее, мы предлагаем продукт, обучающий инвестиционный продукт, в котором есть и обучающие курсы, определенные знания, которые заложены об инвестициях, о ведении бизнеса инвестиционного и так далее, и грамотности. И, с другой стороны, это обязательства компании, которые дают вам как в качестве инструмента, которым вы можете воспользоваться в будущем. Значит, вот этот продукт, кто, как говорится, услышал и принял эту рекламу, тот и соответственно приобрел, стал собственником этих АИПов и зарегистрировался на сайте компании, получил счет на его имя открытый и стал инвестиционным. Таким образом. Значит, что еще хочу сказать. Значит, в этом договоре оферты, может быть, Боря Гитара вам расскажет Дмитрий, потому что он непосредственно один из тех, кто готовил этот договор. Вот. По договору о Генскому еще хочу сказать, что, ну, то есть, по-моему, я это завершу. Значит, это ничего необычного в этом нет. Ну, значит, это широкая распространенная практика таких договоров. Вот мы с вами тут велосипед не изобретаем, мы следуем за той тенденцией, которая уже давно в мире сформировалась. Это нормальная практика, поэтому мы с вами можем только вот дальше исполнять и следовать вот этим вещам. Поэтому пугаться ничем не нужно. Читайте. По поводу качества этих договоров, они сейчас сделаны уже первые, чтобы были, потому что работать без договоров вообще хуже, чем работать даже с договором, который еще, может быть, нуждается в каких-то доработках небольших, косметических. косметические доработки в этом договоре будут исполнены. мы еще будем совершенствовать и шлифовать формулировки определенные, какие-то улучшения вносить. Естественно, вы все эти новые редакции сможете прочитать. Я думаю, что может быть, это все быстро одной редакции будет сделано. В любом случае, мы будем стараться, чтобы был максимально понятен текст договора, чтобы вы знали, в чем правообязанности, в чем суть этого договора и чтобы вы могли этим договором соответственно пользоваться. Если у вас даже кто-то бы и спросил, на основании чего вы работаете, вот у вас есть один договор, второй и клиентское соглашение. То есть вы спокойно работаете в правовом поле, ничего не боясь и действуя совершенно согласно законодательству вашей страны. Второе, что хочу сказать, это по поводу агентского договора. Агентский договор – это договор, в котором идет речь о выплате вам комиссионных вознаграждений за то, что вы привлекаете партнеров. То есть когда вы строите свою партнерскую структуру, вы фактически расширяете круг людей, которые инвестируют в проект и за это вам компания выплачивает вознаграждение. Эта практика тоже является очень широко распространенной. Мы не пионеры в этом отношении. Эта практика уже очень давно существует, уже много столетий. И в зарубежных странах, и у нас это тоже практиковалось и практикуется. Единственное, что под вот эти агентские вознаграждения тоже необходим договор. Поэтому агентский договор для этого и существует. То есть мы его и для этого и сделали. Что еще хочу сказать по поводу агентского договора, чтобы вы понимали. Есть еще понятие агент. Оно вообще само по себе очень широко, если мы его берем абстрактно, а не в плане нашего проекта. Агентом может быть, например, вот компания производит какая-нибудь западная автомобиль, и она нанимает агентов в другой стране, чтобы этот агент нашел клиентов для этой компании или оборудование какое-то продал. И сама эта компания может даже и не выступать в роли договорной стороны, в той стране, где продается ее оборудование или автомобиль. А именно агент этой компании может выступать в роли этой договорной стороны. То есть он может от своего имени заключать договора, но при этом все делать в пользу вот этой главной компании, которая его как бы наняла для этого. В этом отношении, почему этот пример примем, в наших правоотношениях фонда СВИК и каждого из партнеров не будет и нету такого права для агентов. То есть агент здесь только в плане привлечения партнеров. Вы действуете от своего имени, но используете информацию фонда, используете продукты фонда, используете рекламные материалы фонда, чтобы донести людям. Но при этом вы не являетесь в полноценном отношении агентом фонда. То есть вы не имеете права, например, от имени фонда заключить какой-либо договор, который бы, допустим, возложил бы на фонд какие-то обязательства, например, перед кем-то. В этом отношении ваши права ограничены, как агентов. То есть, чтобы вы понимали, это не в том понимании того агента, о котором я говорил, что по автомобилям, там и по оборудованию. Но привлечение клиентов – это деятельность определенная, и она прописана в агентском договоре. Значит, вот тут сразу так. Вопросы. Агент освобождается от налогов. Агент не освобождается от налогов. В каждом случае отдельном, я сейчас не буду касаться налогов, это отдельная тема, когда есть, допустим, по российскому законодательству, ну, как и, в принципе, и по российскому, наверное, и белорусскому, есть понятие налоговое, есть случаи, когда за договорную сторону физического, физлицо и юрлицо, юрлицо – это фирма, физлицо – это наш партнер, например, есть случаи, когда платит налог за него компания, это по законодательству, не по своей прихоти или по желанию. И есть случаи, когда должен платить за себя сам человек. Это все говорено в законодательстве, то есть мы просто здесь исполняем. Вот, поэтому, но от налогов никто, если вы получаете прибыль, от налогов вы не освобождаетесь. Есть варианты, как оптимизировать количество этих налогов, объем этих налогов, то есть можно просто вести деятельность, как физлицо, и попадать под более высокие, допустим, ставки налогоблажения. А можно, например, зарегистрировать ИП индивидуальное предпринимательство на Украине, это физлицо-предприниматель, ФОП по-украински, физособопредприемец. И, соответственно, платить уже меньшую ставку налогоблажения, потому что есть упрощенная система, есть единый налог, во многих странах введен везде свои ставки, конечно, но там можно уменьшить существенно вот эти выплаты. Допустим, если в России физлицо платит налог на доходы свои 13%, на Украине с Нового года вот этого сделали 18%. Соответственно, если в России индивидуальный предприниматель платит 6% единого налога, то, допустим, на Украине это сейчас 5%. Я такие говорю обобщенные цифры, потому что там есть много нюансов и случаев, когда в каких случаях что делается. Ну, примерно для наших партнеров вот такая картина. Поэтому вы не платите налог только тогда, когда вы не получаете реального дохода. Можно добавить по налогам? Да, 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 вот, Дима, пожалуйста. Я камеру не буду включать, видимо, сейчас 2 как нормально, может быть, за видео 2 клау. Значит, смотрите, по налогам то, что говорил Максим. Здесь на сегодняшний момент то есть у нас порядка 70% процентов инвесторов фонда это россияне. С 1 июня 2016 года мы обязаны доказывать происхождение денег. То есть если у вас есть депозит в банке, то вы можете его не получить. потому что вы придете его снимать и банк может затребовать у вас документ о происхождении денег. Если вы эти документы не предоставите в течение двух недель, то эти деньги будут уходить в федеральный бюджет и вы их сможете вернуть. То, что касается договоров, добавлено, значит, агентский договор, про который говорил Максим, он должен подписываться всеми людьми, которые на уличном кабинете поставили гамочку о сотрудничестве и согласились с соглашением. То есть неважно, начинаете вы получать доход или нет, начинаете, у вас есть договор, и вы его можете получить. То есть при условии получения дохода вы являетесь пыль и соответственно то, что говорил Максим, если вы не индивидуальный предприниматель, то мы являемся компанией для налогового агента, он за вас уплачивает налог, вы получаете уже за нюхом ЭндФейл. ЭндФейл у каждой стране разный. Те, у кого есть ИП, то есть я уже смотрел в чате задавали вопрос Сергей Кричин, что я уже являюсь индивидуальным предпринимателем и сам плачу. В этом случае с вами должен быть заключен договор как с индивидуальным предпринимателем и тогда деньги пойдут к вам на расчет на счет и в зависимости от той системы налогообложения, на которой вы находитесь, вы будете уже платить тот налог. Но здесь нужно учесть, что если у вас уже открыт ОТП, то у вас должен быть соответствующий ОТП. То есть, если его нету тот, который необходим, то его тогда нужно будет сюда добавить. потом какой еще момент добавить по договору оферты для АИПов. То, что когда мы вводим деньги, приобретаем чаще инвестиционный продукт компании, очень часто банки могут затребовать документы. У многих наших инвесторов эти договора требовали. И мы в индивидуальном порядке их рассылали людям, которым было необходимо подтверждающий документ не просто счет, чтобы был выписан, а чтобы был договор о том, что приобретает человек. И очень многие партнеры этого ждали и просили, чтобы он был непосредственно в личном кабинете. также по агентскому договору хотел добавить, что договор он не последний, то есть что это договор основания для того, чтобы если вы получаете деньги заключать с теми компаниями договора на выплату денег. То есть это зависит от той страны, где он находится. То есть если это Украина, это будет украинское предприятие, в России российское, в Белоруссии белорусское, в Европе это европейское предприятие и так далее. Но у вас уже будут документы основания. В любой момент вы сможете доказать любому проверяющему органу, откуда вы получили деньги. Мы работаем полностью в легальном поле, в правовом поле. Сейчас вносятся очень много поправок, очень много ужесточений в плане контроля над денежными потоками. И мы не имеем права рисковать нашей работой, то есть реализацией проекта. это нормальное юридическое обоснование каждого действия с каждой стороны. Вас как инвесторов, у нас как компания, которая предоставляет определенные услуги и определенные виды работы. То есть очень много вводится в законы о пирамидах, о контроле над финансированием терроризма. у банков очень часто забирают лицензии. И 60% у банков забирают лицензии именно из-за того, что они неправильно контролируют полученный доход от людей и организаций. И с 1 июня это еще больше ужесточится, поэтому те, кто не может доказать происхождение определенных сумм, пожалуйста, об этом позаботьтесь уже сейчас. В принципе, я думаю, Ксения все рассказала, я что-то забыл. Не слышу тебя. Я, наверное, микрофон выключил. пока Максим разбирается со звуком, я попробую ответить. Появился. Да? Хорошо. В принципе, смотри, если есть еще что сказать, скажи. Тут так вот все спонтанно почти. Ну, я, может быть, буду дополнять или пока начнем по вопросам. Давайте спросим, дорогие наши партнеры, по договорам вам понятно или есть какие-то вопросы? Если понятно, поставьте двоечку, если есть вопросы, поставьте единичку. единички тоже есть. Единички тоже есть. Давайте тогда еще раз, чтобы вам было понятно. Может быть, первое клиентское соглашение это я говорю, что может быть им в чате написать просто конкретно у кого какие вопросы? Может быть, как бы, чтобы мы не повторялись с одной стороны, чтобы было понятно в чем непонятность? Ну, можно и так, можно вопрос ответ подписи в договорах. То есть, смотрите, договор оферты, он не подразумевает вашей физической подписи. То есть, вы ставите галочку на сайте компании, тем самым вы даете твое согласие и знаете все условия договора. И здесь мы, как компания, облегчили вам труд, вам не надо сканировать договора. Данные в договор заполняются из вашего профиля, если они у вас корректно внесены, то договор у вас будет корректно выполнен. Если данные в вашем профиле в личном кабине вы видите соответствии, после этого поставьте галочку. Был вопрос, перевели, сделали конвертации акции колдинг, нужно ли подписывать? Если у вас на данный момент нету, то есть, вы больше не приобретаете ави, и не получаете бонусы, то подписывать вы не обязательно эти договоры. Но если вы планируете в дальнейшем приобретать ави, то это необходимо сделать. И тем более, если вы получаете какое-то вознаграждение и работаете со структурой, тогда необходимо сделать. Повторюсь, агентский договор подписывается абсолютно всеми людьми, которые нажали кнопку о сотрудничестве, это будет единственное правовое основание выплачивать вам эти деньги. До тех пор, пока вы не подпишете, то заработанные деньги у вас не будет юридического основания получить. Договор для покупки АИПов, ну, мы все, кто в фонде, мы покупали АИП. Я бы всем рекомендовал его подписать, но те, кто уже перевел и не покупал, это мне доказать. Ну, наверное, будем отвечать на вопросы? Да, но я вот так смотрю, значит, там спрашивали по поводу нужно ли, если человек является ИП, уже зарегистрированным, будет ли за него платить компания налог? Нет, не будет. Компания платит налог только за тех физлиц, которые не являются предпринимателями индивидуальными. То есть налоговая бумага тогда компания только в этом случае. За предприниматель, если за себя платить налоги, он такое же лицо, как и компания на рынке, как бы считается. И вот свободно два лица хозяйствующих субъектов встретились, написали договор, обменялись какими-то услугами или товарами, или купили друг у друга что-то, и все, и дальше они также свободно действуют. То есть каждый за себя свои налоги заплатил, и все. Это то, что действует в правилах в хозяйственных договорах и в хозяйственной деятельности. Когда вы становитесь предпринимателем, вы становитесь хозяйствующим субъектом, так же, как и компания любая, и так далее. То есть вы становитесь в один ряд с ними всеми. Поэтому вы уже по их правилам работаете, по правилам экономики и бизнеса. Вот. Так, смотрю уже этих вопросов много. Если я что-то упускаю, Дима, может, или ты, или кто-то будет озвучивать у нас оригинал. Вы можете скачать договора. В принципе, это как считается электронно подписанный договор. Я уже когда-то говорил на вебинарах, что на Западе эта форма уже давно принята, что юридически значимыми документами являются не только подписанные подписью и скрепленные мокрой печатью, а и в том числе электронная переписка по электронной почте, сообщения на Viber, на Skype, SMS-сообщения. Это все уже входит в часть форм и видов юридически значимые документы. подписанный на сайте компании договор одной кнопочкой нажали, тем самым подписали, значит, вы согласились, значит, считается, что вы ознакомились и согласились с тем, что вы подписали. Поэтому это является юридически значимым документом. Можете распечатать этот договор, там, по-моему, проблемы никакой нет. я вот себе, скачал эти договора прямо с сайта. Вот, они, по-моему, в PDF-формате каком идут. И имейте у себя на компьютере, это не проблема. Вот. Мокрая печать. Давайте, вот тут есть вопрос. Как подписать договор? Подписать договор в личном кабинете. Если у вас, то есть, есть кнопочка подписать договор, у вас должно быть в сообщении, нужно необходимость о подписании, вы можете зайти в сообщении, пройти по ссылке и нужно поставить несколько кликов мышкой и таким образом подпишите договор. Значит, еще несколько вопросов подвечу снизу. Вот, Анна, если у меня ООО, что делать? Здесь нужно, Анна, считать экономику, что выгоднее вам будет в качестве налогов платить. Может быть, вам будет просто выгоднее платить 13% на ДФЛ. Если выгоднее деньги перечислять на ООО, то или вы, может быть, их вообще не будете выводить, а будете приобретать новые иные. Здесь нужно смотреть на визуальном порядке. Еще остались вопросы по договорам, то есть договор сертина в занятии институционных услуг. Еще раз повторяю, все партнеры, которые нажали в личном кабинете галочку сотрудничества, то есть у которых есть возможность получать по маркетинг-плану бонусное вознаграждение, они все должны подписать агентский договор, абсолютно. Смотрите, еще такой момент, спрашивают насчет налогового агента, будет ли меньше вознаграждения, Алексей Мурашко из Могилева спрашивает. Алексей, смотрите, и все, у кого этот вопрос волнует. Когда человек получает прибыль, он с нее должен заплатить налог, но есть случаи, когда этот налог с этой самой прибыли должен заплатить компания. Это случай, когда человек не является ни предпринимателем, ни представителем ООО. то есть если вы коммерческая единица, то есть ООО, например, ИП, ЧП и так далее, то вы платите налог сами за себя. Если же вы простое физлицо, то есть человек гражданин с улицы пришел, проинвестировал, привлек каких-то еще соседей, друзей, ему пришли бонусы, он получил прибыль, то в таком случае должен быть налог с этой прибыли, чтобы он ее получил на руки. Так вот, в этом случае этот налог должна платить наша компания, потому что этот человек не является предпринимателем. Но говорю еще раз, что в таком случае этот налог будет выше, чем налог, который платят предприниматели. то есть тут все считайте на элементарном как говорится орифм нужно экономику смотреть. Потому что кому-то выгоднее через ООО получать, вы знаете принцип ООО, там есть свои нюансы по ООО, по ИП и так далее. Кому-то выгоднее через ООО получить это все, кому-то выгоднее через ИП, кому-то просто как физлицу. но везде налог должен быть уплачен. И мы говорим. Хочу тут только сразу вопросов растить, но они даже больше службу поддержки. Значит если у вас поменялись данные можно в профиле поменять. Если это касается только прописки, насколько я помню сейчас прописки не является обязательным условием для прохождения верификации, если последние данные остались поменять необходимо. И необходимости нет. Единственное, что нужно поменять фактически адрес места жительства, чтобы вы могли получить определенную корреспонденцию. Значит это один момент, который я хотела озвучить. Так что значит компания платит за физи лицом. Смотрите дорогие наши партнеры. Максим уже сказал, что когда вы заработали деньги и выводите для себя, чтобы получить деньгами, переводите партнеров, вы получили доход. По законодательству России и многим другим есть даже статья за незаконное предпринимательство. то есть если вы получаете доход и не платите с этого налога. В нашем случае мы заключаем с вами договор на оказание услуг. Если вы не являетесь индивидуальным предпринимателем, либо юридическим лицом, то наша компания является налоговым агентом и обязана удержать НДФПЛ. И этот НДФПЛ уплатить в ФНС. И таким образом мы за вас будем платить за столов. А вы получите уже сумму за минусом 13% это по законодательству России. Еще Виктория задала вопрос, что купила на внука 16 лет и акции не совсем понятен. Я параллельно буду Диме отвечать тоже, чтобы у нас время не пропадало. По чуть-чуть по очереди. Посмотрите, значит, по раме вистория вопрос можно было решить тоже в службе поддержки. То есть можно обратиться туда. Вы можете деньги перевести на другой лобин. Если у вас АИП больше 50 долларов вы потратили, то вывести деньги сможете на другой лобин. Смотрите, вот Роман, Лена Ведроса еще кто-то спрашивал по поводу если вы полученную прибыль от партнерской сети вознаграждения тратите на покупку АИПов, то в этом случае вы доход не являетесь получением дохода. То есть реинвестиция вы ее не снимаете со счета. Она остается в компании. Это внутри. Поэтому с этого не платится налог. В таком случае нет. еще тут Ромис спрашивал как зарегистрироваться впервые в налоговых органах Российской Федерации. По месту регистрации прийти в налоговую с паспортом, написать заявление на получение индивидуального индивидуационного кода все и дальше стать на учет. То есть вам в налоговую в любом случае подскажут все шаги какие нужны. Там ничего сложного нет. Главное при себе иметь паспорт и делать это по месту регистрации. Здесь Максим еще задает вопрос в налоговую какой стороны мы будем платить налог. Это будет зависеть где зарегистрированы партнеры. Соответственно если это Россия мы платим это в Россию если это Украина это Украина и так далее. Кстати вот эти предприятия операционисты о которых там идет речь или как там или нах называют предприятия выплаты то есть со временем в каждой стране где есть наши партнеры будут такие предприятия это как правило общество с ограниченной ответственностью самая широко распространенная форма компаний и недорогая по открытию которая будет выплачивать вот эти бонусы ваши вознаграждения агентские в вашей стране оно же будет для некоторых налоговым агентом но это уже будет специфика той страны где она будет открыта в России Беларуси в Украине уже такие предприятия есть и они открываются еще и в других странах насколько я знаю постепенно постепенно будут везде обычный гражданин Российской Федерации Рамис будет платить 13% от полученной прибыли это налог на доходы физлиц или НДФЛ как его коротко называют если же этот гражданин Российской Федерации захочет открыть индивидуальное предпринимательство рекомендую при этом обязательно почитать и узнать в налоговой везде сколько где каких выплат потому что насколько я знаю что кроме того что вы 6% платите на едином налоге еще есть выплата пенсионный фонд она по моему 30 с чем-то тысяч в год вот эти моменты узнайте обязательно у себя более точно какая точная сумма резерва задает вопрос значит бонус будет начисляться за минусом налога нет бонус начисляется тот который вы заработали здесь есть два момента то есть первый момент если вы деньги делаете заявку на вывод средств в этом случае вы получите деньги за минусом налогов а если вы будете приобретать на заработанные деньги новые авиты то здесь это не подлежит налогообложению потому что это будет рассматриваться не как полученный доход а как скидка скидка не является доходом и поэтому налогом не было дмитрий дмитрий тут вот очень интересный вопрос может быть и подключится тоже по поводу госслужащих могут будут ли у них проблемы если они подписывают этот договор получают вознаграждение или им этого делать не стоит и будет ли конфликт интересный проблем не будет я думаю у госслужащих есть диспот на карту в любом магазине или супермаркете когда они идут покупают то им дают скидку это здесь то есть это вознаграждение за рекомендацию вы вот это должны понять то есть я могу провести параллель будет ли проблема у служащего если он пришел в ресторан а в ресторане есть акция приведи друга и позавтракай бесплатно на следующий день то есть он приведет друга или придет и он же заработал деньги а вдруг этот завтрак стоит 10 тысяч рублей он его декларировать должен то есть если он получает именно деньгами доход то договор необходим если он будет эти деньги дальше реинвестировать то есть приобретать агенту он нужен но он уже его нигде декларировать не будет договор между компанией и нашим партнером главное чтобы он рекомендациями не занимался все рабочее время на рабочем месте тогда к нему претензии вряд ли какие-то могут возникнуть пенсионеры тоже платят налог если они получают доход к сожалению налог компания платит на физлицо мы уже ответили то есть на физлицо 13% в России 18% в Украине соответственно в разных странах своя ставка налога на доходы физлиц это то что платят компании за физлиц если физлицо не является предпринимателем или собственником или директором фирмы вот Борис Огин пишет обратите внимание на мой вопрос поставили известность у вас акций нет хотя мною покупались акции не почему ответ не как быть обращайтесь службу поддержки опишите ситуацию подробно в любом случае ваше обращение будет рассмотрено и там тоже искать соответственно я могу как бы немножко поправить вы не покупали акции вы должны это понимать вы покупали обучающие инновационные программы в этих программах как как бонус как дисконт как угодно это можно считать но суть такова что внутри этих программ заложено еще обязательство компании в случае развития успешного проекта передать вам как бы собственность в будущем акции компании skyway либо выплачивать по ним дивиденды так так вот было либо помочь продать там и так далее то есть акции пока еще нет как таковых то есть именно тех полноценных акций которыми владеет сегодня вернее которые выпускает apple microsoft там и многие другие крупные которые уже состоялись мы пока формируемся проходим все этапы для этого так давайте быстренько завдали носить изменения можно и нужно если у вас изменилась фамилия если с бонусного счета вы оплачиваете партнеры своей структуры делайте перевод это не облагается налогом потому что это будет внутри компании следующий момент Анна что АИПы будут инвертировать это не совсем корректно АИПы не конвертируются АИПы это обучение вы можете его пройти в личном кабинете на вкладке обучающей программы то есть тот пакет который вы приобрели вы можете его изучить не можете это необходимо сделать то есть вы покупаете в первую очередь за вами а тот бонус который дает вам в виде обязательств вы можете либо сконвертировать самостоятельно нажав на кнопку конвертации либо дождаться когда будет автоматическая передача всех обязательств холдинг так спрашиваю где можно прочитать договор в личном кабинете есть у каждого я просто сейчас может быть не помню где в каком разделе договор находится личный кабинет наверху нажимаете на кнопку профиль и там вкладка договорные это находится в профиле в профиле да в профиле и вкладка договорные документы так там еще спрашивали по Венгрии уже чат убежал вверх у нас по Венгрии а будет ли переводиться договора и все остальное будет все переводиться просто уже и начали переводить просто пока еще не успели на все языки перевести это касается АИБА то есть ошибка там переводов нет по-моему на венгерский язык да наверное я уточню это но в любом случае если люди приобрели АИБА они их получат нужно будет подписывать так так вот Владимир Алексей спрашивает как решаются спорные вопросы спорные вопросы в юридической практике решаются путем переговоров как правило и все стараются даже сейчас появилось такое направление в юриспруденции как медиация когда специалисты если люди которые даже специально на это как говорится практикуются это решение проблемных вопросов чтобы не доводить до судов и так далее потому что для любой стороны правила в большинстве случаев суды это неприятная вещь поэтому все стараться решать переговорами это самый оптимальный скажем так современный способ решения вопроса то что разница в праве британские вирджинские острова вадим Алексеевич живут по британскому праву то есть фактически эталоном является британское право британское право в плане проработанности по коммерческой деятельности довольно такой массивно проработано там вот ну некоторые разницы есть конечно я не думаю что не слишком существенные мы стараемся учитывать особенности и российского права и работать и в британском одновременно так английское написание фамилии да желательно написать как в загранпаспорте это официальное написание так 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 ну вот дима если ты сможешь прояснить по поводу вот этих 50 юнитов вот тут Аликина Татьяна видишь спрашивает более понятно вот этот момент если вы не подтвердили ранг или не совершали личных инвестиций в период с 1 ноября 15 года по 1 мая 16 года то доступ к образовательным курсам закрыть не будет но будет ограничен вывод и перевод средств бонусного кошелька а также ежемесячный перевод акций с акционерного кошелька в портфель чтобы снять данные ограничения необходимо совершить покупку на сумму 50 юнитов и более я могу дать комментарии по этому объявлению то есть маркетинг план создан для того чтобы активно привлекать людей и он создан для партнеров есть несколько категорий есть инвестор то есть это тот человек который просто приобрел АИ получил свои обязательства перевел или оставил в фонде и ждет реализации проекта партнер это тот человек который делает активные действия для реализации этого проекта и прилагает максимально возможные усилия за это он получает определенное вознаграждение и это процедура то есть и соответственно есть определенный маркетинг план который размещен в личном кабинете есть рамки в этом маркетинг плане есть условия которые должны выполнить определенный партнер и по этим условиям уже можно так назвать была амнистия до пересчета и будет просто пересчет то есть человек который активно работает и продвигает проект это его не коснется потому что он будет выполнять эти условия те кто может быть когда-то работал и сейчас ничего не делает если вдруг это сделано для защиты структур что чтобы не было выплат за не сделанную работу можно так сказать и была определенная поэтому раз в год на 50 и изначально то есть деньги можно было выводить при условии если у вас было личных инвестиций 200 юнитов потом это план коснется на сегодняшний день то есть в письме есть сроки которые будут пересчитывать то есть будут смотреть определенный объем соответствовать этому рангу которому сейчас находитесь в семье поэтому люди которые активно не принимают участие на каком рамке они находятся и останутся либо понизится но не сильно это их коснется но в принципе ответил так вот спрашивают правильно ли я поняла рейс из Петербурга договор можно и нужно подписывать независимо от того года я сейчас переведи свои акции в корневую или нет да соответственно это разные действия разные темы они взаимно между собой никак не связаны если у вас есть тура если вы покупаете акции аипы то вас в любом случае должны быть подписаны эти договора вы соприкасайтесь с финансами вот я сейчас только об этом хотел да то есть вот все спрашивают нужно не нужно кто-то говорил про предприятие давайте сделаем как раньше предприятия дорогие наши партнеры многие из нас работали по найму кто-то может быть и сейчас работает и когда вы устраивались на работу прежде чем получить зарплату вы проходили ряд определенных процедур вам надо было прийти в отдел кадров завести трудовую книжку либо принести старую пройти определенное собеседование пройти испытательный строк подтвердить свои квалификации и так далее расписаться в ведомостях у кого-то весь по времени только после этого принести банковские реквизиты на выплату зарплаты либо получить сходить карту в банк кто получает зарплату по зарплатным проектам и только после этого люди начинают получать деньги и когда возникает вопрос зачем эти как говора встает вопрос это элементарная вещь на уровне я даже не знаю какого класса это понятно что любое финансовое действие должно быть обоснованно тем более это все ужесточается с каждого из нас будет сейчас требовать происхождение каждого рубля так тут вот спрашивают по поводу граждан украины которые находятся в разных других местах то есть странах смотрите есть понятие резидент резидент может быть например гражданин россии жить в украине иметь вид на жительство постоянно проживать в украине и он будет считаться резидентом украины но не россии то же самое там можно быть гражданином россии проживать в чехии например или гражданином украины в чехии иметь вид на жительство или там какой-то еще статус постоянного проживания тем самым быть резидентом этой страны как правило люди которые там проживают на таких условиях они имеют свой идентификационный код налоговый они сдают отчеты налоговые обязательно в таком случае естественно если они там проживая получают у нас прибыль то они должны ее задекларировать и уплатить налог потому что прибыль приходит к ним туда в эту сторону правильно вот если есть еще почему такой момент еще скажу что есть понятие договоров об избежании двойного налогообложения очень много стран между собой каждая страна имеет десятки то есть этих договоров с разными странами то и больше чем даже десятки и если человек гражданин этой страны выехал за рубеж там заработал деньги уплатил налоги то по этим по этим договорам у каждой страны свои договора их надо читать там указывается что тогда в таком случае он освобождается то уплата налога в своей стране или этот налог уменьшается там или какие-то еще льготы даются там то есть основное основное это в стране пребывания где вы постоянно пребываете более чем полгода в течение года в сумме более чем 180 дней то это является страна резидентства как правило чаще всего так считается поэтому там и должен быть уплачен налог я не буду касаться более детальных моментов наши предприятия где находятся в тех странах где вы получаете свои вознаграждения они будут уплачивать по вашим данным по месту вашего проживания постоянного то есть вы должны указывать сами где вы проживаете где вам уплачивать вот эти налоги как правило по месту проживания прописки или регистрации вида на жительство или какого-то еще постоянного пребывания там уплачивается как правило налог если какие-то несомнения по документам уведомьте тогда пожалуйста службу поддержки чтобы когда придет наступит момент выплат налоговых чтобы не возникло каких-то ситуаций каких-то накладок и также прошу если у кого-то что-то поменялось или есть дополнительные данные необходимые для подобного для подобных уплат налогов или учета и так далее уведомляйте пожалуйста службу поддержки вовремя не тяните очень долго с этим чтобы потом опять же избежать каких-то неприятных ситуаций вот нужно ли указывать ИНН в профиле личном кабинете по-моему я не помню чтобы там была такая я уже ответил ответил если он есть то лучше указать это не обязательно поле но лучше чтобы для уплаты налогов конечно это будет необходимая информация в любом случае если у кого не указан то будет обязательно каким-то образом процедура сбора этой информации для компании что Александр который хочет служить в МВД у меня вопрос почему вы считаете что инвестирование является незаконной действием ответ на ваш вопрос не будет это незаконной действием инвестирование я вам скажу Советский Союз после войны поднялся за счет народного инвестирования когда люди отказывались от зарплаты для того чтобы поднять страну то же самое выиграли Вторую мировую то есть Великую Отечественную войну за счет того что люди отказывались от зарплаты делали снаряды бесплатно это было народное инвестирование в экономику страны не забываю я могу добавить есть разные инвестиционные инструменты банковский депозит это инвестиционный инструмент покупка недвижимости, допустим, для сдачи в наем это инвестиционный инструмент, вложение в какую-либо инвестиционный инструмент. И у Александра к вам вопрос, если вы купили квартиру и сдали ее в наем, это будет незаконно в вашем действии? Ну, единственное, что если вы налог только доходами будете купить, то да. А само приобретение квартиры, оно не будет незаконным. Изучайте раздел образования, 8 правил частного инвестора. Нужно понимание, что такое инвестирование, инвестиции. Так, Зелана, могу ли я, постоянно проживая за границей, получать прибыль от инвестиций на банковский счет в России? Да, конечно, можете. Если гражданин России. Да, если у вас есть счет в России, то и запросто можете это сделать, да. Так. Так, тут непонятно, если уже идет по пунктам договора. Это гульмира экономические риски, ценовые, нестабильность финансовых рынков. Мы все вступаем в венчурный проект. Это высокорисковая инвестиция, которая подразумевает потери вложенных денег до 100%. И поэтому здесь есть эти пункты. Да, мы можем потерять все деньги, но я уверен, что мы с нами это не произойдет, потому что проект реализовывается. Какой ТАТА компания будет удерживать налог? Налог удерживается при выплате денег. То есть, как только деньги вы заказали, будет рассчитан НДФЛ, уплачен в ИФНЛ, но вы получите уже заменится. То есть, сразу после выплаты, сейчас НДФЛ уплачивается, там обошибится, либо раз в квартал, по законодательству, либо уже ежемесячно в Google Пере. Если платить на ваш компания, документ какой-то об этом будет, ну а какой вы документ хотите? У вас есть договор, где в договоре прописано, что выплата будет за минусом НДФЛ, то будет акт о выполненных работах. Поэтому документы у вас будут. Так, тут вот Александр спрашивает комментарий по поводу одностороннего изменения условий договора. Я вот приводил пункт 4.1 клиентского соглашения о том, что компания может относить изменения при необходимости. Но, как бы, у нас, вы должны понимать просто, что компания, она развивается. И у нас будет еще много изменений впереди идти. Они обусловлены тем, что происходит и в внешних, на внешних рынках, и в экономике, и внутри проекта. То, как мы существуем сейчас, может быть, через 5-10 лет будет все вообще по-другому выглядеть. То есть, проект будет работать, но мы с вами будем работать на каких-то других основах, возможно. То есть, очень многие могут быть изменениями, поэтому не удивляйтесь этому. Так. По поводу рисков я вот еще хотел дополнить вам. Ценовой риск. Риск ничем инвесторам финансовых потерь по причине благоприятных изменений цен на рынке. Ну, то есть, в принципе, может быть, и не стоит туда, и так детализировано все, я думаю, что понятно. Курсы, колебания курса валют может повлиять. Цены на реализацию проектов, тот же металл подорожает или подешевеет, тоже повлияет. Повлияет. Цена земельного участка, через который пройдет трасса, повлияет, повлияет. Она формируется где, как. Экономикой, состоянием и так далее. Поэтому вот эти вот моменты есть. Много еще, как говорится, непройденного нами, да, и с чем придется еще соприкасаться. И многие вещи будут формироваться. Вот тогда мы будем знать ответы на эти вопросы. Сейчас даже на некоторые вопросы мы не можем дать ответ, потому что мы еще не подошли настолько плотно к реализации этих моментов. В этом суть и венчурного инвестирования. Но компания, команда, компания, она настолько серьезно настроена на реализацию проекта. И сейчас и подобрались все довольно серьезные, все члены команды и фонда, и вообще всех компаний Skyway, что тут очень много шансов реализовать проект действительно в реалии. Больше чем в среднем по другим проектам. Так. Так, физлиц. Вот. Людмила пишет четвертый раз, почему подписал договор в личном кабинете Skyway, договор не включен, потому что это разные структуры. Зайдите в кабинете Skyway и подпишитесь там. Либо подпишите сунду в Google. Может быть, технически это тоже не заделывается. Если вы получаете деньги, держите, выплачиваете компанию, основание для вас дохода будет являться агентский договор. И для банка у вас будет документ, откуда у вас перевезти. То есть подтверждающий документ, откуда вы их заработали. Галина, Савтуда. Эти 900-у налоговый учет и заказ продавать не будут. Но мы-то подаем учет. То есть компания подает реестр налоговую. Пусть кому оно будет в ГРП. Поэтому это будет с нарушением ВАМИ и ЗАКОН. И для них полностью переходим. Будете не переборировать. Так, счет в России может закрыть же не в любой стране. Это вопрос к банкам. Рига, Светлана Шарбана. Вы спрашиваете про открытие ООО. Какие виды деятельности лучше прописать? Минимум пять. И нужно ли обязательно за человек главного бухгалтера? Бухгалтер не обязательно. Главное, чтобы у вас был человек, который вас проконсультирует на тему бухгалтерии. Если вы собираетесь открывать ООО. В принципе, если вы открывать ООО хотите только для того, чтобы работать с нашей компанией, то мы вам можем подсказать виды деятельности. И, может быть, какие-то даже бухгалтерские вопросы вам подскажут. Но, как бы, по-хорошему, конечно, если вы широкую деятельность будете вести, то лучше иметь своего бухгалтера близко, который быстро вас проконсультирует в случае каких-то моментов. Насколько я знаю, если операций немного, то бухгалтера не сильно много берут за такую деятельность. И потом вопрос, это вы ООО в России будете открывать или в Риге? Там могут быть небольшие, ну, некоторые отличия в законодательстве. Так, насчет загранпаспорта я вам сейчас не скажу. Это, наверное, вопрос техподдержку, потому что там это больше для конвертации. Сейчас эти данные нужны, вот эти вот правильные написания фамилии и так далее. Так, зачем подписывать ИГР, если я собираюсь перевести акции в корневую компанию, а там нет АИПов? Ну, Татьяна, вы остаетесь ведь в фонде, вы и числитесь в фонде. Если у вас своей структуры нет, вы в чьей-то структуре. Все равно, если вы будете дальше покупать что-то, если вы, не знаю, тут как бы какие-либо финансы, все соприкосновения с финансами, нужно иметь договор. Перевод в корневую компанию никак не связан с подписанием договоров. Не путайте эти моменты, это разные вещи. Так. Сергей, Москва, Астрахан. Если я физлицу, то с меня удержит компания. Да. Не запросит ли банк от меня документы, откуда деньги? Какие документы выдаст мне компания по поводу удержания? Я ответил уже на этот вопрос. А, есть уже, да? Хорошо. Я так... Вот Артур пишет, регистрироваться на логовый. Когда? Ну вы сами смотрите. То есть, если у вас уже большой город, уже сейчас. Если вы уже зарабатываете много, то нужно смотреть. То есть, считайте экономику. Что-то, наверное, нужно выиграть. Для получения дивидендов спрашивают. Подписание этого договора пригодится или нет. Да, пригодится. Я говорю, что все, что касается финансов, эти договора нужны для того, чтобы соприкосновение с финансами было на законной основе. И все финансовые операции у нас. Там еще спрашивали, если вы переводите между личными кабинетами, да, там кому-то, является ли это, как бы, получением, ну, платится ли с этих денег? Нет, не является. Не является и не платится. То есть, если вы на кого-то перевели, то у вас этих денег нет. Это внутри компании движение, оно, как бы, его никто не видит. Илья задает вопрос еще раз по процентам по налогам. 6% платит, не убегая, предметрия Российской Федерации на упрощенной системе налогообложения, если он при регистрации выбрал именно этот вид. То есть, это доходы. Платится 6% со всех доходов. В этом плане это выгоднее, то есть, больше, чем 13%. Но у предпринимателей есть другое обязательство. То есть, счет по действительности, несомненно, не зависимо от полученного захода. Вот, поэтому нужно смотреть. У меня, Елене, другой вопрос. Эти вы 100 долларов вы вводите живыми деньгами или приобретается на них? То есть, если вы вводите, то с любой суммы, то есть, нет какой-то суммы, которая не обладает налогом. То есть, если вы получили допрос, любой суммы вы должны запропить налог. Если вы с этим времени приобретаете новые правила, то ничего платить не надо и, соответственно, налогообложение это не будет. Еще был вопрос, можно ли отменить агентский договор. Он у вас, агентский договор для вашей безопасности. Вообще, договора, которые вы копирите, это, прежде всего, именно ваша безопасность. Вы должны это осознать, выполняйте премии. Потому что, еще раз повторюсь, если вы не получаете, то есть, хотите остаться в рамке инвестора, и вы уже подписали агентский договор, при выводе денег, если вы деньги не выводите, у вас нету обязанности исполнения этого договора. Так, Евгения спрашивает, ставите, пожалуйста, на вопрос, ни в одном договоре не сказано, что компания в виде бонусов дает акции SkyWay. Почему? Мы, вот представьте, если бы мы вам, допустим, компания продавала какой-нибудь там подарочный набор. И говори о том, что мы продаем этот подарочный набор, не обязательно должно быть написано все название всех конфет и всех мандаринов, которые там есть, понимаете? Грубо говоря, то есть, это бонус, который там находится. Главное, это обучающий инвестиционный продукт, ОИП. Он фигурирует в договорах, он фигурирует на сайте компании. А в открытом доступе, открытой информации о продуктах компании есть, там это говорится, везде в вебинарах это все открыто есть. То есть, компании не скрывают такие вещи. Но это не является главным предметом, который продает компания. Компания продает обучающие консультационные курсы, скажем так. И в них, по инвестиционной грамотности, в них она дает в качестве инструмента, в качестве бонуса вам, для вашего же роста, развития как инвесторов. Это вот такие вот обязательства по этому. То есть, если вы сейчас примените те или иные знания, будете их изучать и так далее, то вот вам инструмент, на котором вы можете потренироваться, узнать и проверить как. Вот так оно выглядит. Поэтому в договоре нигде не пишется об акциях SkyWay. В SkyWay акции есть на сертификате, который в личном кабинете, когда вы купили уже АИПы, если это не спецдисконт, когда уже закрыт полностью какой-то пакет, купленный вам. Там можно сформировать сертификат, где вы прочитаете, что вы купили обязательства по акциям, в том числе обязательства по акциям SkyWay. Ну, хочу добавить еще, Максим, договоры, которые, договоры, ответы на покупку АИПов, там, в понятиях как раз есть ЭВС, то, что ты сейчас говоришь. А, электронный внутренний сертификат, да, 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 у нас есть такое понятие. И это как раз является именно тем доказательством, что входит в этот обучающий инвестиционный продукт. Поэтому вы внимательно документы изучаете. Дело в том, что у нас пока еще, как я же говорил, мы пока еще не имеем те акции, которые есть у Apple и Microsoft, там, еще у каких-то компаний. Поэтому мы не можем их так назвать, вот, вот, купите акции. Ну, и потом, у нас нет возможности продавать акции, нет акций, чтобы их продавать. То есть, пока мы еще не вышли на тот статус, когда нам это возможно делать. Пока еще нужно очень много потрудиться. Но у нас есть возможность вот таким образом, через обязательство, сделать вас со-инвесторами в этой системе Skyway, в проекте Skyway. И вы будете к этому, вы уже причастны к этому и будете причастны. И когда реализуется действительно этот проект, вот тогда и получат каждый свои акции. И уже полноценные, настоящие акции. Сейчас пока все вот в таких инструментах, да. Некоторые инструменты выглядят необычно, я вам скажу, да. Но, по-другому, как еще продвинуть? Есть сложности определенные, выживание на рынке современном, экономическом, для таких проектов. Мы стараемся эти сложности обходить и решать. Таким образом, это одна из форм решения этих сложностей. Так что, ничего страшного. Здесь еще спрашивают, где взять дорогового для ЭГИТР? Это такой же самый город, только вы туда вносите обязательно, да? Или там будет у нас другой, Дима? Мы там разрабатывали какой-то договор. У нас же был договор для юрлиц. Он у нас есть, договор, но просто из них договора заполняются автоматически. Я думаю, вы это успеете, чем подумали, где его реализовывать. Ага. Надо себе пометить, мы обязательно этот вопрос проработаем. Значит, договора для ИП и ООО. Мы разрабатывали такие договора, просто сейчас надо технически этот момент продумать, как это сделать. Так, можно ли переписать, подарить акции сейчас? Акции не акции, а обязательства только пока. Ну, как бы так их будет назвать. Или акции корневой, но это вопрос такой, непростой. Чтобы это сделать, это необходимо, наверное, целую процедуру сейчас прописать, как это делается и технически это обеспечить. На данный момент это невозможно. Просто не готова пока на данный момент у нас подобная процедура. Мы обещали, что мы напишем и сделаем как, но это, видимо, немножко откладывается пока. Видите, тут конвертация сейчас и готовится прежде всего. Программисты заняты очень. Это надо будет просто отягощать программистов работой большой. С юридической точки зрения это не так сложно. То есть обыкновенный договор дарения или купли-продажи. Но пока еще не проработали этот момент. Будем обязательно прорабатывать, это в планах стоит. Просто пока отодвинули, потому что есть более, как бы, важные, актуальные моменты. Риск случайной гибели имущества компании, полученного переданного компании. Анастасия спрашивает. Приобретенного агента в заседании компании также получено имущество иным способом. Исполнение условий наследствующего нечета агент. Что это значит? Это если агенту какое-либо имущество компании было дано в пользование. Я так понимаю. Если давались какие-то материальные носители, скажем, там рекламные материалы, какие-то что-то давалось, там для проведения какой-то презентации, там еще чего-то. Если человек с этими материалами не усмотрел, не уследил или потерял, или кому-то подарил, говорит, не знаю, не помню, то тогда он несет за это ответственность. То есть, в принципе, ничего, Анастасия, тут никто не продумал никаких других мыслей. Погиб партнер, как супруге быть, может вместо структуру перейти вместе со своим спецдисконтом. Фу-фу-фу, это надо связаться с поддержкой. Там своя процедура по поводу этого момента. Надо решать в нормальном порядке этот момент. Пожалуйста, свяжитесь с нашей техподдержкой. С службой поддержки, вернее. А там уже надо будет подумать, как это все... Там процедура своя есть на подобные случаи. Дима, тут спрашивают, пункт 3.1.9, ты уже отвечал? Александр, спросил, где пункт 3.1.9, указанный в пункте 4.2.2 агентского договора. Посмотри, пожалуйста. Может быть, он пропущен или убран? Там где-то было пропущено. Важаемый партнер, хочу сказать, что договор сейчас выложили уже, чтобы был. Небольшие грехи в нем, естественно, есть. Его просто физически не было достаточно времени для того, чтобы его подготовить хорошо. Поэтому по ходу будут дорабатываться моменты, формулировки, вот эти несовпадения какие-то мелкие, косметические. В итоге будут хорошие договора, это точно. Сейчас я вот, например, сегодня проработал клиентское соглашение, уже новая редакция будет более удобная для восприятия. Вот, и еще время нужно вот нам проработать. Может, с Димой мы это сделаем еще раз пройтись по вот этим договорам, чтобы сделать их еще лучше. Потому что, ну, пока они еще вот в таком виде. Ну, я говорю, лучше работать по какому-то договору, чем вообще без договора. Поэтому выложили пока так, а там уже исправим. Алексей Мурашко-Могилев, передаемся в реестр, формированный сертификат. Нет, вы же в внутреннем реестре компании, вы есть. Ваши АИПы и бонусы, все зафиксировано, количество акций на акционерном счете. Ну, условно я говорю, то есть по обязательствам. Вот, оно никуда не пропадает, соответственно, передача будет вне зависимости от того, формировали вы себе сертификат или нет. Можете сформировать, чтобы он у вас был сейчас, пока еще не перевели акции, ну, обязательства в акции корневой. Возьмите, сформируйте и пусть он у вас в электронном виде дома будет на компьютере в PDF формате. Лишним не будет, я думаю. В любом случае, в любом случае, кто этого не сделался, кто уже перевел или еще что-то, вы ничего не потеряли, потому что везде же отобразилось, что в этих реестрах никто не потерялся, никто не пропал. Сейчас отвечу на три вопроса нижних. Если вы зарегистрированы только в СВИДе и ваши партнеры тоже в СВИДе, будет автоматическая передача акций, если я правильно помню, будет в личном кабинете СВИДе ссылка на инвестор компании. Правильно, да, Максим? Еще раз, я пропустил, что ты говоришь. Что в РСВ, в корневой компании не обязательно регистрировался. Да, 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 да. Когда встал вопрос, что всем придется регистрироваться, возникла идея такая, что... У вас будет ссылка, нажмете... Никуда не переходите, вы в кабинете СВИДе находитесь, и наши программисты подтвердили, что это возможно сделать. Программисты Анатолия Дворовича Веницкого подтвердили, что это возможно сделать. Андрей Ховратов сразу поддержал эту идею мгновенно, и буквально в тот же день, это было, по-моему, позапрошлая пятница или когда там это было, что сразу же, только утром это я предложил, там, к вечеру уже, или после года уже все было утверждено, уже даже стали делать. То есть, все это уже, как говорится, решенный вопрос. Я вообще вот, например, ничего не нажимаю, никуда не перехожу, я знаю, что все автоматом сделается в моем кабинете. Мы на это нацелили, чтобы не было вот этого. Потому что даже вот, если взять, кто первые переводились у нас из SkyWay, из СВИГа в холдинг, очень много программистам пришлось работать по каждому отдельному человеку. Сейчас уже немножко наладили, но по каждому пришлось делать, каждому человеку пришлось регистрировать себе кабинет, а программистам сидеть над этим всем, переводить там, состыковать данные там и так далее. Это все было очень сложно. Поэтому, чтобы снять эти сложности и упростить, решили сделать одной программой, которая сама все за вас сделает и все у вас в кабинете отобразится. Еще вопрос, Ирина. Я правильно поняла, что распечатывать и подписывать договорные обязательства? Да, сколько нужно нажать, там два или три раза кнопочки. И тем самым вы уже добились, чем договоры. Кто-то писал про платительный доход, который не облагается налогом. Ну, я такого дохода не знаю. Который не облагается налогом, видимо, только вовшор. В России любой полученный доход облагается налогом. По поводу налоговых вычетов, 13% вам нужно сходить в налоговую инспекцию, у вас есть договор, у вас есть счет, который вы оплатили. То есть показать и... То есть я здесь 100% не уверен, но... Я думаю, вам нужно. То есть я думаю, вам нужно. То есть я думаю, вам нужно вычетить налогу. Делать вам не 4 лет. Кое-то. По-воему и разу... По-воему и разу... По-воему и разу вы будете выводить... По-воему и разу вы начали будете получать акции, полгода, там переводов нет никаких. Вы должны понимать по потребительскому обществу, там целевые программы, там нет ОИПов. Что такое целевая программа? Это определенные условия, что компания вносит в качестве правильного взноса акций по угленам, вы вносите, так сказать, что правильного взноса денежные средства, происходит вне дни, вы в итоге получаете акции по угленам, а компания получает ваши деньги на средства. Поэтому переводов перед дипломами вы сразу встанете в реестре холдинга корневой компании. Александр Павратов говорил, что мы получаем акции в подарок, поэтому платить налоги. Дорогие наши партнеры, налог нужно оплатить, когда вы получаете прибыль. Вы должны для этого устроить. Если вы получите дивиденды с этих акций, то вы именно сумму дивидендов получите и должны декларировать и доплатить налоги. При реализации акций через биржу, когда мы выйдем на IPO, тогда вы можете это подобрать налоги. Все, что касается технических моментов, службу поддержки, пожалуйста. Я думаю, надо заканчивать. Два гражданства приобретают АИПы по одному паспорту. На момент начала выплаты дивидендов при желании смогу переходить профиль для оплаты налоги в другой стране. Я думаю, да, Екатерина, вы можете это сделать, только сообщите все в поддержке, и пишите все адекватные данные, чтобы произошла замена по вашему профилю. Так, тут кто-то спрашивал, я вот уже выпустил, к сожалению, из виду, где... А, 418 Павел Маврик... Спрашивали, можно ли за два месяца оплаченного спецдисконта, нужно ли подписывать договор, если человек хочет перевестись в компанию? Ну, во-первых, если вы будете переводить два месяца спецдисконтов, не оканчивая его, ну, если вы прекращаете выплату до конца десяти месяцев, то там будет пересчет сделан по текущему дисконту. В общем, получится, что у вас меньше акций, чем сейчас записано на счете. Этот момент надо как-то... Не знаю, кто у нас мог бы вас проконсультировать... Наверное, в судьбе поддержки... При обмене покупки... При обмене покупки будет пересчет по сегодняшнему курсу, по стандартному курсу. То есть, поэтому то количество акций, которые сейчас есть, угол не будет. Если вы хотите сохранить, то нужно здесь дисконт закрыть досрочно. После этого перевести, но автоматом переведется в холдинг. Ну, либо когда это будет равномерно, что вы реабилляете стандартные виды, не в спецдисконт. Там у сына справа, что делать, ну, в данном случае гражданство. Любое изменение, которое у вас есть по личным документам, вносится в профили и проходит верификация. Поэтому, когда получат гражданство, возьмите данные, загрузите паспорт и пройдете по новой верификации. Павел Вапшик спрашивал из Словакии по поводу пункта 4.1.9. 4.1.8. Да, если... Ага, прошу разъяснить. Компания имеет право расстроить договор. А если агент SWIG является также и участвует в Skyway Capital и RSV Systems, будет ли расторжение договора с этим агентом? Расторжение не будет, если агент не будет совершать каких-либо действий, которые носят ущерб компании фонду SWIG. То есть, если вы добросовестно к фонду относитесь и ничего такого не совершаете, что может нанести ущерб репутации фонда, либо его какие-то убытки ему принести, то естественно вас никто не запретит быть и там, и там, и там. Вы себе таким образом может быть диверсифицируете свои финансы, это ваше право, но как бы это не является основанием для расторжения с вами договора. Когда можно будет подарить акции Skyway, Эдуард? Когда отработаем процедуру для этого? Ну, я хотел добавить по этому вопросу, то есть, первым нужно отработать процедуру и нужно понять, кому дарить, то есть, кому будут подарены эти акции. То есть, если это будет родственник первой линии, то, возможно, налога и не будет. То есть, вы должны понимать, что акция, кем числа, как ваша шива, квартира, или дарение, мы еще сейчас обратно будем немедленным родственникам, возникает налоговая база. Если это прямой родственник, ее может не возникать, поэтому здесь нужно более детально. Но, опять же, это не так скоро, потому что, чтобы продавить акции, чтобы он лучше и найдет. Ты, Галине, отвечал, из Краснодара? Дима? Партнерам, которые зарегистрировались под ней в СВИГе, надо ли проходить? Да. Хорошо. Так, спасибо. Два информации, Ирина пишет про верификацию. Если какие-то изменения были, внесите ли мне, если не было пройдено верификацию, значит, загрузите документ, который необходимый, проявите верификацию. Так, вот Владимир Алексеевич спрашивает, могу ли я завтра продать свои акции компании, если я не хочу больше участвовать в этом проекте и хочу вернуть свои деньги. Дело в том, что, а кому вы продадите, если у вас есть, кто купит, ну и тогда это будет покупка со всеми вытекающими, это уплата. Нет, Владимир Алексеевич, опять же, он не покупал акции. Ну да, это обязательство. Смотрите, у нас люди приобретают АИ. В гамбаре свои обязательства выпал, три перечей получил образовательный курс и образовательный продукт, а бонусом он получает акции. Мы не акции продаем, это у нас акции. Поэтому здесь некорректный вопрос. Многие покупают из-за этих акций в бонусе, но компания акцентирует постоянно, что мы продаем не акции, мы продаем обучающий инвестиционный продукт в целостный. В его составе включены бонусы в виде обязательств по акциям, но мы акциями не торгуем. И если вы уже получили эти образовательные курсы, доступ к этим курсам, один раз даже вы их скачать могли, просмотреть, могли не смотреть, не важно. Но факт, что вы получили доступ к этим курсам, считается, что вы уже любили этот продукт. Это в любом государстве, в любой стране так трактуется этот момент. И возврат за такие продукты денег не происходит. Это как раз те исключительные продукты, за которые деньги не возвращаются. Все равно, что вы пришли, нас посмотрели и сказали, нет, верните мне деньги, мне не нравится финал этого спектакля, или в третьем акте мне не нравится, как актеры играли, или еще что-то, верните деньги. Но вы же посмотрели спектакль, посмотрели. То есть тут уже деньги в этом плане нет. Но вот если вы подождете какой-то момент, вы ждете, то появятся люди, когда вход в корневую будет уже закрыт, и будут искать, спрашивая, у кого можно купить сейчас. Может кто-то есть, кто хочет выйти и продать. Еще, Максим, был вопрос, забыл, вот сейчас вспомнил. В начале, спрашивая, спрашивая, как долго будут идти продажи, продажи акций, акций или республиксов. Только мы запроем 15, 15, 15 век за ради проекта, либо в ее, либо в ее, в ее место акций, в этом правило акций не будет. И это может наступить очень скоро, абсолютно в любое время времени. Поэтому у нас осталось достаточно очень мало времени для того, чтобы быть совладельцем самой технологии. Потом останутся только адресные проекты. И плавно перейдя на следующий вопрос Сергея Кириловича про реализацию продажи акций. Были разговоры о создании вторичного рынка, но это, как говорится, до этого еще дожить не было. То есть об этом мы думали. И сама компания думала об этом, и фонд «Свит» думал об этом. Поэтому нам надо пройти этот характер. Это тоже имущество, и они подлежат процедуре наследства. Точно так же, как абсолютно любое имущество. Тем более, на данном этапе, когда будет произведен перевод в холдинг, в компанию, вы можете заказать у внешнего регистратора выписку. То есть она стоит денег, но это будет уже основанием для нотариуса. Даже это можно вписывать в завещание, если у меня шокол в наследство доказывает. Но для нотариуса это уже будет фактом того, что вы имеете какое-то количество каких-то компаний. Так, еще последний вопрос о выходе. Было отправлено заявление. Мы получаем каждую неделю очень-очень много писем. Если вы хотите убедиться, даже если я не знаю, как вы обрабатываете, вы обрабатываете с уведомлением. Спасибо. Если верификация не сделана, можно ли сделать изменение личных данных, если указано в странах гражданства, надо менять на страну резидентства? Нужно указать то, как есть в паспорте, но если пройти в виде карты именно там, где являетесь гражданином, но в просьбе есть графа места жительства, то есть там, где вы проживаете практически, то есть практически нет места жительства, указать там, где вы находитесь реальностью. Светлана Евпатория, вы напишите фамилию от кого письмо. Да, кстати, если у кого-то какие-то изменения, там даже гражданство, если поменялось, там Казахстан спрашивали на российское. К сожалению, чат быстро скатит вверх, и сейчас вернуть его в историю сложно. Просто сообщите, пожалуйста, в службу поддержки, попробуйте поменять в вашем профиле информацию. То есть, как бы, ну что-то вроде повторной верификации, что ли, будет, наверное, чтобы можно было как-то в дальнейшем работать. Так, вносите данные изменения в ваш профиль, и там необходимости сообщать в службу поддержки, чтобы не было путаницы. Да, если у кого открыто ИП, сообщите тоже, или, не знаю, наверное, Дима, как это лучше, где-то прописать надо, что есть ИП. Я думаю, мы это сделаем в личном кабинете, что... Может быть, даже какую-то или графу, да, чтобы человек сразу мог вписать, если у него есть ИП, чтобы он данные мог вписать какие-то. Ну, я думаю, будем закупляться. Два часа мы отработали. Да, главное, чтобы все основные вопросы мы смогли ответить. Спасибо вам за то, что вы присутствовали все это время с нами в этот праздник, всех с праздником Свердного Воскресенья. Ну, я думаю, всего хорошего. Да, всего хорошего, удачи. Всего хорошего дня. Процветания и удачи. Так, еще какое-то время, возможно, чат не будет отключен, я надеюсь, видео, микрофоны будут отключены. Если у кого-то остались неотвеченные вопросы, такие острые, просьба, напишите в чате, я, возможно, успею вам еще видеть минут 10-15, я думаю, еще есть у нас. Все, а так, со всеми я обращаюсь, пока, видео, отключаю микрофон. Всего хорошего, удачи вам, счастливо. Могите, я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ухожу. Да, 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 спокойной ночи, Дима, спасибо, благодарю. И всех благодарю за участие, за вопросы, за неравнодушие. Все, удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok